Поддержку окружных предпринимателей обсудили парламентарии Ненинского округа на заседании комиссии по экономической политике и бюджету. В рамках работы комиссии был также представлен ежегодный доклад о предпринимательской деятельности в регионе бизнес-омбудсмена Германа Сопочкина. По состоянию на 1 января текущего года на территории округа зарегистрировано более 2000 субъектов малого и среднего бизнеса. Числение субъектов малого и среднего деятельности в течение трех лет уменьшается по сравнению с 2017 годом на 26, а с 2016 годом на 66. Соответственно уменьшается и количество занятых субъектов малого и среднего деятельности. Среди основных проблем, с которыми сталкиваются окружные бизнесмены, уполномоченный отметил сложности участия субъектов малого и среднего бизнеса в госзакупках, где выставляется укрупненный лот. Омбудсмен предложил, так сказать, дробить закупки, чтобы местные предприниматели могли конкурировать с крупными предприятиями. Председатель комиссии Наталья Кордакова обратила внимание еще на одну проблему малого и среднего бизнеса. Это страховые взносы и выплаты, которые составляют порядка 60% затрат. На них на самом деле очень большое налоговое бремя. Почему? Потому что у нас те предприниматели, которые работают в средней полосе, они, конечно, у них условия легче, нежели у предпринимателей, работающих в районах Крайнего Севера. Потому что государство обязало тех предпринимателей, которые занимаются этим делом, должны они работникам выплачивать коэффициент северной надбавки, 24 дня дополненных, льготный проезд. Кроме этого, к этим еще ко всем добавляются страховые взносы. Чтобы снизить налоговую нагрузку на малый и средний бизнес, нужна консолидированная работа всех бизнес-омбудсменов арктических регионов, подчеркнула депутат. В мае-июне этого года парламентарии намерены провести круглый стол по вопросу поддержки окружных предпринимателей.